Ребята, так как я получил вот такой вот шнур, я его намотаю на свою новую катушку, которая у меня недавно появилась, но была уже на пару рыбалках. Это Тика Камбрия LD3050, сделаю на нее небольшой обзорчик, хоть это не моя фишка, но все-таки. Что я не могу сказать, эта катушка отлично подходящая для фидерной и пикерной ловли и обладающая отличным соотношением цена-качество. За небольшую сумму данная мясорубка обладает великолепными характеристиками, а именно, во-первых, главная пара выполнена из алюминия и обладает передаточным числом 9 к 1, то есть тяговитая она, что придает катушке достаточную мощность и тяговитость. 7 шарикоподшипников, установленных в корпусе, наделяют катушку бархатным и плавным ходом. Давайте посмотрим. Хорошо ходит. Кноп также, смотрите, как вращается отлично. Вместо втулки в ролике лесоукладывателя также установлен шарикоподшипник, что положительно влияет на долговечность эксплуатации и снижает риск пропиливания ролика плетеным шнуром. Вот как раз для данной катушки я и купил вот такой вот шнур. Задний фрикцион обладает тонкой регулировкой и позволяет настроить себя на любую разрывную нагрузку поводка. Точеная алюминиевая шпуля, давайте проверим. Ну, как заявляет производитель, это алюминий. Точеная алюминиевая ручка с достаточно большим кнопом способствует комфортному хвату во время вываживания. Вот так вот можно браться, отлично. Хорошо, хороший хват. На катушке установлена низкопрофильная шпуля, обеспечивая дальний и точный заброс, как раз для фидера, а также для пикерной ловли. И можно еще использовать на матчевых, но и на матчевых лучше использовать передним фрикционом. Данная модель будет более уместна для медиум фидера, так и для удилища класса хэви. Давайте посмотрим, как она в ходу. Отлично мягенько вращается. Также, как я показывал, кноп отлично ходит, потому как здесь шарикоподшипники. Шарикоподшипник установлен также в ролике лесоукладывателя. Здесь у меня заднефрикционная катушка. Фрикцион настраивается. Все, уже тут же идет. Отлично фиксируется душка лесоукладывателя. Не будет сбрасывать при резких забросах. Я читал много обзоров. Нужно проверять. Вот так вот дергаешь, и он держится. Не будет отстрела кормушек ваших. Мгновенный стопор отличный. Нет, вот его переключение, отключение. Вперед-назад можно крутить. Клипса из пластика. Отлично заводит, отлично держит шнур и леску. Съемная шпуля. Как заявляет производитель, шпуля сделана из алюминия. Но, скорее всего, это у нас металл. Металлическая шпуля. Быстро съемная. Вот таким вот образом. Все держится. Что хотел бы сказать. Люфты по люфтам. Здесь небольшой люфтик. Вообще абсолютно маленький, слабенький. И на самой ручке я пробую. Ну, чуть-чуть вообще абсолютно. В пределах нормы. Я пользовался катушками типа Кобра. Так вот, после вот таких вот катушек. Это у меня катушка Мастер. Это похожая на Кобру. Я вам скажу, что это... После таких катушек, я вам скажу, что это небо и земля. Это Запорожец для меня. А вот это для меня пока Мерседес. Может быть, конечно, я дорасту до чего-то более дорогого, более солидного. Итак, намотаю шнур. Это у меня бэкинг подмотан. На всякий случай. Но, может, я его смотаю. И посмотрим, как этот шнур покажет себя на рыбалках на данной катушке. Еще раз повторюсь. Тика Камбрия LD3050. Все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...